На районном совещании администрации муниципалитета с ключевыми службами подводились итоги выполнения мероприятий по благоустройству городских и сейских территорий. Щёлковский район вошёл в зелёную зону рейтинга Московской области по объёмам отремонтированных дорог. С начала года в сейских поселениях приведены в порядок более 26 тысяч квадратных метров дорог общего пользования и внутридворовых территорий. В самом Щёлкове на площади более 50 тысяч. Работы будут проводиться в течение всего строительного сезона, чтобы войти в утверждённую областью норматив ремонта 10% от общей протяжённости дорог. До конца года в районе будет построена 71 детская игровая зона. Основную часть площадок планируют создать в сентябре, подчеркнула Эксий Валов. Особое внимание администрации приковано к реконструкции главной пешеходной зоны города – улицы Парковой в Щёлкове. На ней идёт укладка бордюрного камня, производится монтаж дренажной системы и уличного освещения. Все этапы идут по ранее утверждённому плану и на качественно высоком уровне. Свою точку притяжения получит новая аллея юности. Она расположилась вдоль Клязьми в районе улицы Заречной. По результатам интернет-голосования, длившегося две недели, 64% пользователей ВКонтакте поддержали инициативу Алексея Валова о создании под открытым небом галереи военной техники. Руководитель администрации района сообщил о достигнутой предварительной договорённости по доставке в Щёлково-армейских экспонатов. Говоря о муниципальных пляжах, Алексей Валов подчеркнул, что только три из них – на Чёрном озере в Огодневском, в Суворовских прудах в Свердловском и Щёлковский пляж в городском парке – прошли проверку на наличие спасательных постов, элементов благоустройства. Отсутствие платных услуг в таких местах отдыха – важное условие, обеспечивающее приток отдыхающих. Политику социальной доступности пляжей администрация намерена проводить с поселениями дальше. Раз в месяц на совещании главы руководителей поселений докладывают об основных направлениях деятельности и перспективах развития. Руководитель администрации Фрянова Олег Болотин отметил, что за два года бюджет поселения вырос на 17% и на 2016 год утверждён в объёме 153 миллиона рублей, увеличились расходы на выполнение первоочередных задач. В 2016 году увеличились расходы, исходя из увеличения бюджета, по сравнению с 2014 годом. Дорожное хозяйство на 99%, жилищное хозяйство на 36%, коммунальное хозяйство 82%, благоустройство на 209%. Меньше двух месяцев остаётся до выборов в Государственную Московско-областную Думы. В районе сформировано 120 участковых избирательных комиссий. Все они должны будут располагаться на первых этажах. Начался набор сотрудников в основной и резервной составы комиссии. Утверждены места для встреч кандидатов с избирателями, площадки для размещения агитации. По выборам в Госдуму в Щелковском районе образован единый 127-й избирательный округ, в Московско-областную Думу три одномандатных – Балашихинский номер 1, Пушкинский номер 17 и Ногинский номер 14. Подача заявлений от кандидатов заканчивается 3 августа. Все образовательные учреждения района готовы к приёму воспитанников. С учётом приёмки в этом году четырёх садов новостроек, 1 сентября в них пойдёт рекордное количество воспитанников – 11 800. За парты сядут 21 700 школьников. Самых активных ребят, принявших участие в Московском областном молодёжном форуме «Я гражданин Подмосковья», на совещании наградили благодарственными письмами главы и администрации района. В июльской смене делегация Щёлковского района в количестве 150 человек в возрасте от 15 до 30 лет проявила себя в образовательных, спортивных и конкурсных программах.